Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 71-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать слайд-шоу с эффектом увеличения. Данный эффект можно настроить в скорость, можно настроить откуда увеличивать, из центра, слева, топ. В общем, я считаю, очень симпатичный эффект. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Данный виджет работает со стандартным слайд-шоу, библиотеке, мини-приложений. Я захожу сюда и просто вытягиваю пустое слайд-шоу. Этому слайд-шоу не хватает этого перехода, этого увеличения. И виджет интегрируется вместе с этим слайд-шоу и позволяет делать эффекты увеличения. Как вы помните, переход здесь только есть в осветании по горизонтали и по вертикали. Итак, давайте мы здесь отключим лишние элементы, счетчик, подписи и назад и далее. Также можно выставить вот это вот, возобновить через 3 секунды. В примере сейчас вы видели, у меня стояла 1 секунда. И автоматическое воспроизведение через 1 секунду. Давайте я вот здесь поставлю 1 секунду. Пока оставим так. Сразу же можно разместить как-нибудь поудобнее наше слайд-шоу. У меня картинки большие, поэтому я его делаю побольше. Убираю заливку. И просто добавляю нужное мне изображение в слайд-шоу. Если мы сейчас посмотрим, вы скорее всего знаете. Вы проходили этот урок. Что изображения просто, видите, сменяются. Теперь давайте перебросим на наш холст виджет. Переходим в библиотеки. Он называется Auto Can Burns. Я его вытягиваю куда-нибудь на рабочую область. И вы его просто где-нибудь можете разместить, неважно. И давайте зайдем в его настройки. По умолчанию Zoom 25. Горизонтально. То есть из центра, вертикально из центра появляется. То есть давайте посмотрим, как будет выглядеть с настройками по умолчанию. Вы видите, да, картинки как бы чуть-чуть увеличиваются. Едва заметный этот эффект. Соответственно, если быстро сменяются картинки, это в обычном слайд-шоу. Там, где я поставил секунду. Давайте поставим 2. Чтобы не так быстро сменялось. А в настройках виджета я поставлю вот здесь вот 10. Увеличиваться будет быстрее. То есть чем больше вы ставите значение, вот это первое Zoom. Например, 100 можете поставить. То практически не будет видно вот этого увеличения. То есть чем меньше, тем будет быстрее и явно увеличиваться изображение. Давайте посмотрим. Вот смена произошла. И вы видите, как увеличивается, да, как бы быстрее. И я поставил задержку смены изображения 3 секунды. И уже подольше этот эффект идет. Соответственно, здесь поиграйте с настройками. Горизонтал. Вот можно выбрать left. Слева right. Справа. Вертикальный. Top. И button. Ну, просто откуда будет увеличиваться. С какой стороны. То есть можете просто здесь уже без меня поиграться. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж, делайте их круто! Субтитры сделал DimaTorzok